Здравствуйте, друзья! Сегодня мы познакомим вас со статьей Юрия Бушинова на тему высокой смертности от COVID у нас в республике. В чем же причины? Думаю, что основная из них – некомпетентность на различных уровнях власти. Все мы знаем, что рост числа заболеваний COVID в Калмыкии не только не прекращается, но и стремительно растет. Сегодня наша республика по всем показателям распространения коронавируса на душу населения является одним из лидеров в стране. Текущий резкий рост заболеваний у нас обусловлен в первую очередь управленческой беспомощностью нашей республиканской власти, которая даже на второй год распространения эпидемии так и не поняла, что кроме опубликования бестолковых указов об ограничениях, необходимо осуществлять еще и контроль за соблюдением своих же изданных распоряжений, используя не только кнут, но и пряник, разъясняя необходимость их соблюдения, а также стимулируя население и бизнес эти распоряжения исполнять. Напомню, как около года назад, когда заканчивалась первая волна эпидемии, официальные СМИ яростно критиковали статьи Юрия Бушинова о слишком резком распространении инфекции в нашей республике и необходимости принятия срочных профилактических мер. СМИ и защитники власти писали тогда о том, что в социальных сетях все еще слышны истеричные высказывания о массовом инфицировании жителей республики, неконтролируемом возе ее из других регионов, огромной нехватке медперсонала, масок, средств индивидуальной защиты и прочего. Что тут скажешь, жгучее желание наших доморощенных лизоблюдов прогнуться перед своим начальством понятно, но пандемия коронавируса стала именно тем камнем преткновения для наших властей, который явственно обнажил окончательный развал в систему государственного управления в Калмыкии. Давайте вспомним, как все это у нас начиналось. В марте 2020 года в Калмыкии появился первый заболевший ковидом. Прилетел он из Москвы после зарубежного турне, несмотря на предупреждение Минздрава РФ о нежелательности пощения некоторых стран, где к тому времени уже вовсю бушевала эпидемия. В результате мы получили вспышку заболевания почти сразу после ее начала в стране. Таким образом, времени на раскачку и возможность получить опыт, учась на чужих ошибках, наших медики, к сожалению, не получили. Оказалось, не готовы к пандемии и наша медицина. У нас не хватает оборудования, лекарств, специализированных госпиталей, но самое главное, не хватает квалифицированного медицинского персонала для оказания реально действенной помощи больным. Это печально, но закономерно. Долгие годы издевательства над здравым смыслом как в государственном управлении, так и в медицине привели нашу медицину на грань развала. Многие наши высококвалифицированные врачи, получавшие годами мизерное вознаграждение за свой тяжелый труд, не выдержав, разъехались в поисках лучшей доли и признания далеко за пределы не только республики, но и страны. И сегодня они спасают жизни людей в других регионах и странах. К сожалению, это наша общая вина и наша беда. Но необходимо обязательно учитывать, что медицина подключается к борьбе за жизнью людей только на этапе, когда человек уже болен. А вот предотвратить распространение инфекции – это забота в первую очередь властей республики. Увы, но наши власти фактически так до сих пор не сделают ничего внятного и полезного для предотвращения эпидемии, кроме периодического опубликования пристранного документа о введении непонятных ограничений, которые больше вредят бизнесу и населению, чем предотвращают распространение инфекции. Между тем, механизм реагирования на массовое инфекционное заражение всегда предполагает определенный порядок действий в зависимости от особенностей заболевания. Именно поэтому использование фиктивных мер профилактики является главным оружием, которое позволяет резко снизить скорость передачи инфекции и значительно сократить количество заболевших. Для коронавируса основным путем для проникновения является аэрозольный способ, реализуемый воздушно-капельным и воздушно-пулевым путем передачи при вдыхании воздуха, наполненного вирусами и бактериями, которые выделяются больными при кашле и джихане. Таким образом, мы видим, что для коронавируса меры профилактики должны быть в принципе такими же, как и для любых других воздушно-капельных инфекционных заболеваний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меры профилактики. Закаливание организма с использованием различных водных процедур. Выполнение регулярных физических упражнений. Ежедневное проведение влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, а также частое проветривание оповещений. Промывание слизистых носа и ротоглотки антисептическими растворами. Соблюдение основных правил личной гигиены. Тщательное матье рук, использование собственного полтенца. Ограничение контактов в период распространения инфекции. Ограничение посещения мест в скоплении людей. Исходя из всего вышесказанного, понятно, что нашим властям в первую очередь необходимо было ввести ограничение контактов между людьми на период быстрого распространения инфекции, ограничив посещение мест массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. Транспорт, вокзалы, больницы, различные государственные и муниципальные учреждения, магазины, кафе и рестораны. Добиться этого было возможно, только быстро и четко прописав логистику для каждого конкретного объекта, исходя из имеющейся статистики посещений и движения потоков посетителей. Это, конечно, объемная и непростая работа, но без этого не получится обеспечить нормальное функционирование всех объектов, необходимых для жизни людей. Главная задача власти как раз в этом и заключается – создать условия, чтобы люди могли спокойно жить, а экономика – работать. Следующее, что необходимо было сделать нашим врачам, как можно быстрее разрешить проблему с ПЦР-тестированием населения. Своевременное ПЦР-тестирование особенно важно, потому что у COVID есть три этапа его развития в организме человека. Самый важный и ответственный из них – это так называемый этап первого критического дня, когда вирус, попав в организм человека, по кровотоку начинает перемещаться по всему телу. У больного поднимается температура, появляется фарингит, небольшой кашель и проявляются другие симптомы болезни. Очень важно локализовать заболевание именно на этом первом этапе. Но более или менее достаточное количество ПЦР-тестов и относительно быстрое получение результата у нас стало возможным только примерно через полгода после начала эпидемии, когда инфекция уже массово распространилась среди населения. Почему те, кому положено было все это сделать, не озаботились этим своевременно? Куда смотрел и что делал оперативный штаб под руководством главы республики? Где наше правительство во главе с председателем и со всеми, в том числе федеральными министерствами и ведомствами, главами районных администраций, получавшие многомиллионные премии, якобы за проведенную ими эффективную работу. Между тем, сегодня Калмыкия – один из лидеров в стране по количеству заболевших и умерших от ковида. Официальные данные показывают, что по состоянию 22 октября Республика Калмыкия по количеству заболевших на 100 тысяч населения занимает третье место среди всех регионов РФ. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Но если учесть, что расчеты статистики проводятся по количеству прописанных в регионе, то с учетом того, что фактически треть населения республики уже находится не только за пределами республики, но и пределами страны, можно уверенно поставить Калмыкию на первое место. Необходимо обратить внимание, что за последние месяцы в республике произошел резкий рост заболеваемости ковидом. Только по официальным данным, оперативного штаба в республике за 4 месяца заболело 10 591 человек, а выздоровело лишь 9612 больных. Всего прирост составил 979 активных больных, а умерло за этот период 242 человека. Подобного прироста количества смертей от ковида в республике не было с момента начала пандемии. Обращает на себя внимание также резкое увеличение количества тяжелых случаев и омоложение состава заболевших. Замечу, что происходит это все, несмотря на увеличившиеся темпы вакцинации населения. В начале октября Росстат РФ опубликовал данные по смертности населения в Калмыкии за период с 1 апреля 2020 года по 31 августа 2021 года. Из опубликованных Росстатом РФ данные следуют, что за этот период от разных причин умерло всего 4675 жителей республики, что на 1052 человека больше, чем за тот же период предыдущих лет, а общий прирост смертности составил 29%. При этом только от ковида по данным Росстата в республике за этот период умерло 788 человек, а это 16% от общей смертности или 75% от общего прироста смертности. Выходит, что в республике за прошедший год от ковида умирал каждый шестой из общего числа умерших. Таким образом, смертность от ковида в республике стала одной из основных причин смертности вслед за смертностью от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Обращает на себя внимание огромная разница 249 человек между данными о смертности, публикуемым Республиканским оперативным штабом 539 умерших и Росстатом РФ 788 умерших. Необходимо также обратить особое внимание на то, что смертность от ковида в нашей республике почти в два раза выше, чем в среднем по стране. В чем причина этого и кто в этом виноват, еще предстоит доподлинно разобраться. По скриптам, не являясь специалистом в медицине, но думаю, ясно, что простое увеличение количества ковек, открываемых в ковидных госпиталях, автоматически не ведет к хорошему качеству лечения пациентов, поступивших с коронавирусной инфекцией. Из-за физического отсутствия соответствующих специалистов сегодня в госпитале набирают самых разных врачей, прошедших скоротечные курсы психиатров, проктологов, гинекологов и других, которые к работе с ковидными больными просто не готовы, в силу того, что обучились к другому. Коронавирус пришел навсегда, и Республике настоятельно необходим отдельный специализированный инфекционный госпиталь со всем необходимым оборудованием, запасами лекарств, кислорода и специально подготовленным медицинским персоналом. На этом пока все. Надеюсь, вам понравилось. С наилучшими пожеланиями Максим и команда канала ЗАН Онлайн. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.